Мы традиционно отчитываемся перед жителями в начале каждого года. Такой формат позволяет собрать и услышать самые актуальные вопросы, которые волнуют людей. Предложить решение, объяснить логику наших действий. Мы можем вместе проанализировать результаты и увидеть, как меняется наш подмосковник. Что нам удалось решить, а какие проблемы и вызовы еще стоят перед нами. В этом году правительство Московской области сформулировало приоритеты на основании встреч с жителями в разных городах и поселках Подмосковья. Они выразили свое представление о том, какой должна быть власть. Чтобы власть быстрее реагировала на наши проблемы, связанные с ипотекой и устройством наших детей и детсадов. Должно быть упрощение процессов. То есть, если есть какая-то проблема, не нужно подписывать сотни бумажек, создавать сложную комиссию и какие-то еще сложности. Нужно просто взять и решать. В нынешней России средний возраст власти достаточно высок. Мы хотим видеть больше молодых людей во власти, которые понимали нас гораздо лучше. Чуткая власть – это слушать и слышать людей, решать их проблемы, обеспечивать позитивные перемены в Подмосковье. И это подчеркнул Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям. Брать ответственность на себя честно и открыто объяснять, почему было принято то или иное решение. Мы отчетливо понимаем, что за все действия всегда существует и критика. И абсолютно не претендуем на то, что все решили, все достигли. Нерешенных задач остается множество. Это факт. Но и сделано уже немало. Чуткая власть не про законы и постановления, она про культуру отношений. Умение слушать и слышать друг друга. Чуткая власть начинается с каждого из нас – губернатора, учителя, министра, врача, главы, депутата и рядового работника МФЦ. Чуткая власть – это власть, которой вообще не видно. Но дома тепло, светло и хорошо, и дети мои в безопасности. А власти не видно. Самое хорошее качество. Доверие власти, чуткая власть – это все даже не понравилось, как Андрей Юрьевич сказал, что это не законы, это не постановления, а главное – отношения к людям. Потому что мы понимаем, что все сразу невозможно решить. Но вот то отношение можно выстроить и можно даже, я всегда говорю, отказать, но отказать, дать человеку уверенно, что если мы сегодня не можем решить моментально какой-либо вопрос, какую-либо проблему, то это не значит, что мы вообще не будем подходить к этой теме. Мы обязательно вернемся и найдем возможность помочь каждому жителю. По словам Андрея Воробьева, вниманием и заботой о жителях необходимо доказывать свое лидерство. Наша задача – соответствовать высоким требованиям, решать проблемы людей и обеспечивать позитивные перемены, проявлять чуткость и внимание. Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему. Когда каждый чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам, может конкретно сказать, что сделала власть в его дворе или городе. Как отметил Андрей Воробьев, определяющее значение для региона имеет поддержка президента. Без его доверия и участия никогда бы мы не смогли продвинуться в решении тех сложных задач, которые стоят перед правительством. Развязки, путепроводы, новые школы, перинатальные центры – все это связано с национальными проектами и идеологией нашего президента. Для нас очень важно результативное взаимодействие с правительством России и, конечно, тесная дружба с Москвой. Все заинтересованы, чтобы проблемы и вопросы решались быстро, а не откладывались в долгий ящик. В этом нам помогают современные цифровые технологии. Поэтому мы часто и много о них говорим, о внедрении цифровых процессов в управление, как на муниципальном, так и на региональном уровне. Каждый год имеет свою особенность и уникальность. 2020 год для всех жителей России знаковый. Этот год – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. День победы, праздник, который мы всегда встречаем с радостью, волнением и гордостью за наш народ, за наших предков. Сегодня в этом зале наши ветераны. Герои, которые не по сегодняшней день остаются в стране. Андрей Плустунов, Алена Иванова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».